Вышел ночью посмотреть обстановку и, конечно, увидел слизней. Слизней на участке-то у меня хватает более чем. Они выходят в основном по ночам, а днем прячутся в почве. Слизни, которых вы можете увидеть днем, это, в лучшем случае, 20% только от того количества, которое обитает на участке. И если вы хотите знать, есть у вас слизни на участке или нет, то ищите их, конечно, ночью. И, конечно, они очень хотят полакомиться моей клубничкой. Ну, ночная съемка, понятно, не самое лучшее качество этого видео. Но подобраться они к ней, ну, не могут. Потому что, кроме того, что я Баверии обогащаю весь свой участок, поэтому и салаты, и все-все-все остальное у меня абсолютно чистенькое. Им противно находиться там, где у меня растут, ну, огородные растения. Вот для того, чтобы уже на 100% обезопасить свою клубничку от нападения этих слизней, я пользуюсь приемом, о котором, наверное, раза три, а то и четыре рассказывал. Я просто беру обыкновенную... Светкрук, спаси! Светкрук, сохрани! Боже мой! Боже мой! Светкрук, спаси! Спасибо! Светкрук, сохрани! Маму! Гошенную известь и вот так вот немножечко обсыпаю, обсыпаю вокруг посадку земляники. Прямо по почве это можно делать. Я это рассказывал и в прошлом году, я уже и про залу рассказывал в этом году. Вот и дождь прошел, и немножечко размыло, и все равно, смотрите, вот клубника, а они разворачиваются, разворачиваются и уходят. И этот вот сейчас, ну, я не знаю, мне кажется, он может уже сдох даже. По крайней мере, этот метод реально работает тоже. И я много говорил, и компостные кучи надо обсыпать известью гошеной, и посадки вот земляники надо вокруг просто обсыпать, потому что слизни тогда никогда не тронут вот такие участки, которые можно по периметру обсыпать этой самой гошеной известью. Ну, поскольку в теплице, понятно, никакой гошеной извести там не насыпешь, что там, конечно, я использую очень много баверий, вношу много баверий. Об этом тоже говорил. Вот он убегает, убегает от клубники, как от огня. Просто, ну, конечно, не от клубники, а вот от этой извести. Изола то же самое, я об этом рассказывал. Поэтому я что советую, то и применяю. Это мой принцип. Что ж, дорогие зрители канала Иванова Наука, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok